Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с моим поговорим о принципах скрытого рабства. Первое. Экономическое принуждение рабов к постоянной работе. Современный раб вынужден работать без остановки до смерти, так как средств заработанных рабом за 1 месяц хватает, чтобы оплатить жилье за 1 месяц, еду за 1 месяц и проезд за 1 месяц. Поскольку денег хватает у современного раба всегда только на 1 месяц, современный раб вынужден работать всю жизнь до смерти. Пенсия также является большой фикцией, так как раб-пенсионер отдают всю пенсию за жилье и еду. У раба-пенсионера не остается свободных денег. Вторым механизмом скрытого принуждения рабов к работе является создание искусственного спроса на псевдонужные товары, которые навязываются рабу с помощью ТВ-рекламы, пиара, расположения товара на определенных местах магазина. Современный раб вовлечен в бесконечную гонку за новинками, а для этого вынужден постоянно работать. Третьим скрытым механизмом экономического принуждения современных рабов является кредитная система, с помощью которой современные рабы все больше и больше втягиваются в кредитную кабалу через механизм судного процента. Четвертым механизмом заставить современных рабов работать на скрытого рабовладельца является миф о государстве. Современный раб считает, что работает на государство, но на самом деле раб работает на псевдогосударство, так как деньги раба поступают в карман рабовладельцев. А понятие «государство» используется, чтобы затуманить мозги рабов, чтобы рабы не задавали лишних вопросов типа «почему рабы работают всю жизнь и остаются всегда бедными?» и «почему рабы не имеют доли прибыли?» и «кому конкретно перечисляются деньги, выплаченные рабами в виде налогов». Пятым механизмом скрытого принуждения рабов является механизм инфляции – рост цен при отсутствии роста зарплаты раба, обеспечивая скрытое незаметное ограбление рабов. Таким образом, современный раб нищает все больше и больше. Шестым скрытым механизмом заставить раба бесплатно работать – лишить раба средств на переезд и покупку недвижимости в другом городе или другой стране. Этот механизм вынуждает современных рабов работать на одном градообразующем предприятии и терпеть кабальные условия, так как других условий у рабов просто нет, и убежать рабам не на что и некуда. Седьмым механизмом, заставляющим раба бесплатно работать, является сокрытие информации о реальной стоимости труда раба, реальной стоимости товара, который произвел раб, и доли зарплаты раба, которую забирает рабовладелец через механизм бухгалтерского начисления. Пользуясь незнаем рабов и отсутствием контроля рабов над прибавочной стоимостью, которую рабовладелец забирает себе. Восьмым механизмом для того, чтобы современные рабы не требовали своей доли прибыли, не требовали отдать заработанные их отцами, дедами, прадедами, прапрадедами и т.д. является умалчивание фактов разграбления по карманам рабовладельцев ресурсов, которые были созданы многочисленными поколениями рабов на протяжении тысячелетней истории. Чтобы рабы даже не задумывались о том, что можно жить иначе, их загнали в густонаселенные места, города, лиших их возможности жить на земле и обеспечивать себя самим. Им стали навязывать и укоренять в них ложные образы. Много денег, мода, шоппинг, крутые тачки, айфоны, айпады и т.д. Перевивать им ложные ценности и уводить их от истины. Оставайтесь на канале ЗАН онлайн, подписывайтесь. С наилучшим пожеланием Максим Цеденов. Команда канала ЗАН онлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо! Благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил. Реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео. С уважением, Максим Цеденов.